Волонтеры Совета помощи больным коронавирусом доставляют продуктовые наборы по адресу заявки. Обычно в такой квартире болеет COVID-19 вся семья, но из-за легкой степени их не госпитализируют. Выйти в магазин люди не могут, опасаются заразить окружающих. Появляется дилемма, как не нарушить самоизоляцию и при этом не голодать. Абдулмалик болеет уже четвертую неделю. Сначала заразилась его племянница, потом вирус распространился на всю семью. Родственники живут в одной квартире. Зразились все. Поэтому выйти за продуктами никто не может. Так как я сейчас очень себя отлично чувствую, как говорится, и тренируюсь, только нам выходить нельзя. Дышим только вот с балкона свежим воздухом, так как мы законопослушные люди, и с накалом естественно уже. Слава Богу, все хорошо. Вот были проблемы с продуктами, вот вы помогли. У нас реально были с этим проблемы. Мы элементарно не могли выйти. Совет только начал свою работу, но уже есть несколько адресов, куда необходимо доставить продукты. У мигрантов из этой квартиры никаких симптомов болезни нет. В больницу увезли их соседы. У них же пока взяли образцы для тестирования на наличие вируса. И выйти на улицу по понятным причинам они тоже не могут. В карантине мы с 15-го числа. Заболел наш земляк? Мы с одного кишлака. Тут нас в квартире двое. Вчера взяли тест, сказали, результаты будут через пять дней. Пока, слава Богу, чувствую себя хорошо и никаких подозрений на вирус нет. Активисты запустили колл-центр на четырех языках. Многие мигранты порой просто не могут вызвать скорую из-за плохого знания русского. В этом случае неотложку вызывают операторы колл-центра. Если вы желаете продолжить разговор на русском языке, нажмите «один» или ожидайте ответа оператора. Мухаммад, который в обычное время работает юристом, сейчас стал оператором колл-центра на таджикском языке. Сегодня из-за недостатка людей он отправился на развоз продуктов. Но звонки поступают постоянно. И большинство из них не от больных, признается он. Ну, в основном люди не понимают, звонят там по поводу патент, спрашивают, мы сразу им отвечаем, что мы помогаем тем людям, которые реально болеют коронавирусом. Батыржон – координатор проекта. Правда, сегодня и он на развозе. Кому-то не хватило продуктов и пришлось докупить их в магазине. Средства Совет получает от спонсоров и просто неравнодушных людей. Получается, там собрались журналисты, юристы, правозащитники, общественные деятели. Создали колл-центр. Колл-центр работает на четырех языках. Совет – временная мера. Покуда есть заболевший, он будет существовать. Но как только пандемия закончится, его ликвидируют, говорят участники. Если подобная ситуация повторится в будущем на базе полученного опыта, вновь самоорганизоваться – дело нескольких дней, говорят активисты. Муса Казаков. Специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова